Всем привет! С вами Александр Иванов и это проект «Химия просто!» И сейчас мы немного зажжем с титаном. Вот так выглядит несколько грамм чистого титана, которые были получены давным-давно в Манчестерском университете, когда он еще даже не был университетом. Этот образец из того самого музея. А вот так выглядит основной минерал, из которого добывают титан. Это рутил. Всего известно более 100 минералов, которые содержат титан. В 1867 году все, что было известно людям о титане, умещалось учебники на одной странице. К началу 20 века ничего особо не изменилось. В 1791 году английский химик и минералок Уильям Грегор в минерале Минокините открыл новый элемент и назвал его Минокином. Чуть позже, в 1795 году немецкий химик Мартин Клапрот открыл новый химический элемент в другом минерале – в рутиле. Свое название титан получил от Клапрота, который назвал ее в честь царицы эльфов Титании. Однако по другой версии название элемента происходит от титанов – могучих сыновей богини Земли Геи. Однако в 1797 году выяснилось, что Грегор и Клапрот открыли один и тот же химический элемент. Но название осталось то, которое дал Клапрот. Но ни Грегор, ни Клапрот не смогли получить металлический титан. Они получили белый кристаллический порошок, который был двуокисью титана. Впервые металлический титан был получен русским ученым в 1875 году. Но, как это бывает, без должного освещения его работа была не замечена. После этого чистый титан получали шведы Нильсон и Петерсон, а также француз Муассан. И лишь в 1910 году американский химик Хантер усовершенствовал предыдущие способы получения титана и получил несколько граммов чистого 99% титана. Именно поэтому в большинстве книг именно Хантер указывается как ученый, получивший металлический титан. Большого будущего титану никто не пророчил, так как малейшие примеси в его составе делали его очень хрупким и непрочным, что не позволяло проводить механическую обработку. Поэтому некоторые соединения титана нашли свое широкое применение раньше, чем сам металл. Четыреххлористый титан используется в Первую мировую войну для создания дымовых завес. На открытом воздухе тетрахлорид титана гидролизуется с образованием оксихлоридов титана и оксида титана. Белый дым, который мы видим, это и есть частицы оксихлоридов и оксида титана. То, что это именно частицы, можно подтвердить, если мы капнем несколько капель тетрахлорида титана в воду. Тетрахлорид титана в настоящее время используется для получения металлического титана. Метод получения чистого титана за 100 лет не изменился. Сначала двуокись титана с помощью хлора переводят в четыреххлористый титан, о котором мы говорили ранее. Затем при помощи магний термии из четыреххлористого титана получает металлический титан, который образуется в виде губки. Данный процесс проводится при температуре 900 градусов Цельсия стальных ретортов. Из-за жестких условий проведения реакции у нас, к сожалению, нет возможности показать данный процесс. В итоге получается титановая губка, которую переплавляют в компактный металл. Для получения сверхчистого титана используют метод иодидного рафинирования, о котором мы подробно расскажем в видео о цирконии. Как вы уже заметили, тетрахлорид титана – это прозрачная бесцветная жидкость при нормальных условиях. Но если мы возьмем трихлорид титана, то это твердое фиолетовое вещество. Всего на один атом хлора меньше в молекуле и уже другое состояние. Трихлорид титана гигроскопичен, поэтому работать с ним можно только в инертной атмосфере. Трихлорид титана хорошо растворяется в соляной кислоте. Этот процесс вы сейчас и наблюдаете. В растворе образуется комплексный ион титан-хлор-6-3-. Что такое комплексные ионы – расскажу как-нибудь в следующий раз, а пока просто ужасайтесь. Если к полученному раствору добавить немного азотной кислоты, то происходит образование нитрата титана и выделение бурого газа, что мы сейчас, собственно, и видим. Существует качественная реакция на ионы титана. Капнем пероксид водорода. Как видите, происходит реакция с образованием ярко окрашенного соединения. Это наттитановая кислота. В 1908 году в США двуокис титаны стали использовать для производства белил, которые пришли на смену белилам, в основе которых лежали свинец и цинк. Титановые белила сильно превосходили по качеству свинцовые и цинковые аналоги. Также оксид титана применяли для производства эмалий, которые использовали для покрытия металла и дерева в судостроении. В настоящее время диоксид титана применяют в пищевой промышленности, как белый краситель. Это добавка Е171, которую можно встретить в крабовых палочках, сухих завтраках, майонезе, жевательной резинке, молочных продуктах и так далее. Также диоксид титана используют в косметике. Он входит в состав крема для защиты от загара. Не все то золото, что блестит. Данную поговорку мы знаем с детства. И по отношению к современной церкви и титану она работает в буквальном смысле. И вроде бы, что общего может быть между церковью и титаном? А вот что. Все современные купола церквей, которые переливаются золотом, на самом деле не имеют никакого отношения к золоту. В действительности все купола покрыты нитридом титана. Также нитридом титана покрывают сверла по металлу. И только в 1925 году был получен титан высокой частоты, что позволило изучить его физико-химические свойства. И они оказались фантастическими. Оказалось, что титан, будучи почти вдвое легче железа, по прочности превосходит многие стали. Также титан, хотя в полтора раза тяжелее алюминия, но зато в 6 раз прочнее его и сохраняет свою прочность до 500 градусов Цельсия. Из-за своей высокой электропроводности и немагнитности титан имеет высокий интерес в электротехнике. Титан имеет высокую устойчивость к коррозии. Благодаря своим свойствам титан стал материалом космических технологий. В России в Верхней Салде находится корпорация ВСМПО «Ависмо», которая производит титан для мировой авиакосмической промышленности. Из Верхнесалдинского титана делают боинги, аэрбасы, роллс-ройцы, различное химическое оборудование и множество другого дорогостоящего барахла. Однако каждый из вас может приобрести лопату или ломик из чистого титана. И это не шутка. А вот так реагирует мелкодисперсный порошок титана с кислородом воздуха. Благодаря такому красочному горению титан нашел свое применение в пиротехнике. А на этом все. Подписывайся, ставь палец вверх, не забывай поддерживать проект и обязательно рассказывай друзьям. Пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, в стаканчик налить вначале? Да ладно. Чуть-чуть лейт. Парит уже хорошо. О, как жидкий азот. Саша, парируй по сюда. Ниже, ниже опусти. Ниже опусти. Вперед и ниже. Может кто-то все-таки принесет стаканчик? С ловничкой? Не надо там водички. Так хватает. Ну тогда у тебя будет очень интересно работать. Это я зря сделал, конечно. Со мной связался? Нет, пролил на баночку. Ее помыть можно? Закроем до начала. Пишем. Ну вот все всегда забираются пальцы. Приятно, когда у человека есть чувство юмора. А у нас есть такая ненужная баночка? Ты его пили в другую баночку и мы заберем. О, уже не берите. А пальцы-то у тебя там еще есть? Ну резинку пока не берем. Правда она стала лифкой. Хо-хо, утонул. Он тяжелый. Хо-хо, утонул. Так. Используйтесь. Убедный тиск.